Этот яркий значок, скаутский лагерь «Солнечный мир» Даниил привез из Анапы. А еще именно в этом путешествии мальчику дали лесное имя. Его нужно заслужить, а поменять уже нельзя. Лесное имя должно отражать качество характера или способности скаута. Даниил целый год ждал, чтобы ему присвоили имя «Мангуст». В лагерь в Анапе школьник ездит уже второй раз. В этом году его покорили ушастые ежики, которых он очень часто видел на берегу Ночного моря. Но все-таки главное для мальчика – побыть две недели не простым школьником, а настоящим скаутом-разведчиком. Была новая программа, появились новые друзья, но сам весь дух лагеря остался тот же. Отличие скаутского лагеря от просто палаточного, то что у него есть свой собственный дух. Там учат культуре, учат православие и, в общем, хорошему поведению, воспитать из себя нормального человека. Разведчик – друг животным и всей природе! Разведчица бережливая и уважает чужую собственность! Среди законов юных разведчиков также быть честными и правдивыми, трудолюбивыми и скромными. И, конечно же, помогать ближним. Основная программа лагеря этого года – скаутские КВН, экологические викторины и спортивные состязания. Жили ребята в палатках на лоне удивительной природы. Малый Утриш – это морской и дендрологический заповедник, поэтому посещаемость его туристами ограничена. В том числе из-за природы мы ездим туда, потому что природа действительно восхитительная. Это заповедник, это можжевеловый рай, это четыре вида можжевельника. И мы проходили, отрагивались до можжевельника, которому уже полторы тысячи лет. То есть это воздух, это море, здесь же горы. Добрая традиция дружины Владимир – покорять Лысую гору. В этом году владимирские скауты также отправились в короткий поход, встретив на ее вершине закат и рассвет. А еще ребята совершили морскую прогулку в соседние бухты на Катамаране. Особым в лагере стал и ромашковый день – 8 июля. За его программу отвечала дружина Владимир, ведь родиной дня семьи любви и верности является Владимирская земля. Ребята выполнили много творческих заданий, самым ярким из которых было сделать ромашку из любых подручных средств. Ракушки, солома, раскрашенные камушки и даже банки со сгущенкой – все пошло в ход. По итогам слета дружина Владимир была признана самой активной делегацией лагеря. В копилке наших скаутов оказалось самое большое количество побед и достижений.